Бренд Щелковского района, так на современном языке, охарактеризовала роль Щелковской гимназии в жизни родного края глава Щелковского района Надежда Суровцева на мероприятии, посвященном 25-летию образовательного учреждения. У нас есть много предприятий, крупных, когда говоришь, допустим, Щелковых лет, есть ассоциации, это Щелковский район. Вот из образовательных учреждений, ваше учреждение, оно тоже стало поистине брендом Щелковского района. На юбилейное торжество, отмечаемое в стенах Щелковского театрально-концертного центра «Щелковский театр», пришли учителя, ветераны педагогического труда, выпускники, родители и учащиеся. Первый директор гимназии, возглавлявший учебное заведение больше 20 лет Раиса Никитина, вспоминала предысторию появления гимназии. В конце 90-х годов она руководила Щелковской школой номер 6. Там к тому времени сложился сильный творчески мыслящий педагогический коллектив. На базе учебного заведения даже была открыта первая в Московской области математическая школа. Ум человека, он технический и гуманитарный. И не может быть человек, так сказать, в одном каком-то мире жить. Поэтому мы прекрасно понимали, что нужно и такое образование давать, и такое образование. Надумали. Собрали документы, подписи. И в 91-м году на базе школы номер 6 в порядке эксперимента была открыта школа гимназии. При введении в эксплуатацию при стройке на 800 мест гимназия переехала в отдельное здание. Ветеран педагогического труда, учитель истории общества знаний с 50-летним стажем Анна Степанова вспоминает, как не хотела переходить в гимназию. Хотела остаться работать в 6-й школе, потому что все начинали заново. Кабинет оформлять нужно было, благоустраивать. Это все начинать заново. Раиса Михайловна перетащила, можно сказать, меня туда, в гимназию. И я нисколько не жалею. Работать было в гимназии одно удовольствие. Учитель истории общества знаний Наталья Симонова трудится в Щелковской гимназии с первого дня и по сегодняшней. В ее трудовой книжке всего одна запись о месте работы. Для меня гимназия – это любимая работа. Для меня гимназия – это школа, которая воспитала и дала прекрасное образование моей дочери. Для меня гимназия – это друзья. Для меня гимназия – это смысл жизни. И я надеюсь, мое светлое будущее. За два с половиной десятилетия Щелковская гимназия успешно прошла стадию становления. Организацию учебно-воспитательного процесса с учетом интересов и возможностей детей. Развитие материально-технической базы. Активное участие в инновационной и проектной деятельности в конкурсах различного уровня. Щелковская гимназия постоянно занимала лидирующие позиции среди школ районной и области. Неоднократно побеждала в конкурсах среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты. Сегодня Щелковская гимназия – это динамично развивающееся по законам нового времени образовательное учреждение. Сплоченный коллектив, искренне верящий в то, что их школа, учащиеся и родители – самые лучшие. Во второй раз мы вошли в топ 500 лучших школ Российской Федерации. В четвертый раз вошли в рейтинг 100 лучших школ Подмосковья. Причем каждый раз наращиваем были 64-ми, затем 41-ми, 26-ми, наконец 12-ми. Надеюсь, что наши достижения позволят нам на следующий учебный год войти в топ или в лучшую десятку школ Московской области. В планах руководства Щелковской гимназии сохранить и приумножить достижения, качественно подготовить детей к экзаменам и поступлениям в ВУЗы, а преподавателей – к соответствию профессионального стандарта педагога, который будет введен в нашей стране с 1 января 2017 года. В ближайшее время в учебном заведении будет открыт музей и построена новая спортивная площадка. Сертификат на 1 миллион рублей на модернизацию Щелковской гимназии подарил к юбилею депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Сергей Максимов, Галина Полцова, филер радиокомпания «Щелков».